Девчонки, всем привет! С вами Сакура и сегодня у нас очередные пустые баночки отчет за неделю. Что же я успела использовать? Ну или не совсем успела, может быть так. И покажу вам от шоссе до серии Цубаки у меня шампунь и кондиционер для восстановления проврежденных волос. У меня два таких вот сменных блока, девочки. Они у меня не закончились, просто я их перелила в емкости, да, с дозатором. И поэтому, конечно же, сейчас вам покажу, так как какое-то мнение у меня все-таки сложилось о данных продуктах, хотя им еще пользоваться, пользоваться не на пользоваться. Итак, что хочу сказать? Да, действительно, эти средства хороши в плане того, что все-таки уход за волосами чувствуется. Шампунь хороший, пенится, мылится, хорошо очищают, в принципе, все отлично. И сам кондиционер, действительно, когда его используешь, то есть разница. Волосы действительно более как-то расчесываются хорошо, более податливые в укладке, знаете, более мягкие. Но нет такого вау, как мне описывали, что прям произойдет чудо, нет. Нет, даже Just Here и то лучше работает, чем вот Цубаки. Вот серьезно, то есть мне есть чем сравнить. То есть я пользуюсь Just Here и попробовала вот Цубаки, и Just Here там вообще просто невероятнейший эффект. И мне не нравится, как у всей марки Shiseido, ароматы. Ну вот просто вот у них есть какая-то, знаете, такая общая черта. Не скажу, что они какие-то противные или еще, но мне они не нравятся, как-то они мне заходят, что ли. В принципе, продукты хорошие, но есть свои плюсы, есть свои минусы. Так что будем думать, будем думать, покупать ли в дальнейшем их еще. В принципе, неплохо, я довольна, результат есть, ощущается. Далее, покажу вам от Evroche. Это у меня гель для душа зимней ягоды, лимиточка этого года или конца прошлого, как правильно выразиться. Хороший гель, приятный аромат, мне все понравилось, обалденный дизайн. Все супер, действительно, какие-то такие ягодки, терпкость чувствуются. Мне понравилось, но эффекта вау не было, тоже, знаете, ну, лимитка и лимитка, нельзя купить. И ладно, как-то вот так вот, ну, в принципе, неплохо. Далее покажу вам от Evroche серия Maracuja. Это новинка, такие вот миниатюрки давали при покупке девочки. Были у меня большие надежды на эту серию, но, честно, она меня подразочаровала. Я ожидала чего-то более сочного, чего-то более яркого, чего-то более вау. Но нет, гель для душа вообще мне не понравился. Он пахнет ананасами прям вот конкретно, и я его покупать не буду. Еле добила вот эту вот миниатюру и просила мужа мне помочь добить, потому что я не люблю ананасы, я уже говорила, тяжелое детство 90-х, я объелась ананасов и более 20 лет их вообще не переношу. Не понравился мне гель для душа, неприятный. Также муж говорит, действительно пахнет ананасами, ему он тоже не понравился. Гель для душа точно покупать не буду. И вот такой вот продукт, гель для тела Maracuja, то есть увлажняющий. Приятная, в принципе, штучка, приятный такой аромат мякоти Maracuja. Действительно пахнет уже не так, как гель для душа, поприятнее, поинтереснее, повкуснее. Но все равно нет вот этого вот эффекта вау, понимаете? Поэтому я вот буду думать. Я изначально хотела всю серию сразу купить, но гель для душа я покупать не буду. И вообще под вопросом, буду ли я вообще эту серию покупать, когда она появится. Но я буду думать, а вдруг мне потом понравится, я буду жалеть, что не успела урвать. И само средство, оно увлажняет кожу, действительно кожа мягонькая, такая приятная по ощущениям. Но когда наносишь, есть, да, какая-то липкость есть. Но надо либо же наносить немного, либо же просто подождать, пока это впитается. В принципе, неплохой продукт, особенно на лето, когда, возможно, чем-то таким более жирным не хочется пользоваться. Далее у меня два кусочка мыла. Буквально вчера покупала в покупках. У меня были они. И сразу я положила в мыльницу, потому что дома нет мыла. Это у меня от La Prye сандал мыла. Классное мыло. Очень приятно пахнет. Приятно им пользоваться. Этот аромат сандала просто кружит мне голову. Хочется еще что-то из этой серии. Очень приятный, вкуснейший просто аромат. И знаете, мыльца вот показала себя за эти сутки хорошо. Не раскисла, ничего такого плохого не было. Далее у меня мыло от Dolce Milk. Это у меня шоколад и мята. Девочки, я не знаю, ну как я его купила, потому что для меня подобные ароматы просто неприемлемы. В магазине он показался мне интересным, но на деле же это просто аромат шоколада с мятом. И для меня вот эти вот шоколадные, пряничные ароматы, это просто фу, бе. Это, ну, бегать хочется от них, поэтому... Ну, я отдала мужу, муж будет многие мыть. А так зря купила, конечно. Мужу мыло понравилось, он говорит, ложи будем руки мыть. Я говорю, нет, мне не нравится мой им ноги, чтобы я не слышала этот аромат. В общем, сама виновата, знаю, что я такое не люблю. Ну, зачем купила, в общем, ладно. Далее, далее покажу вам для глазок от Cifari. У меня маска для глаз, гранат против следов усталости с тонизирующим эффектом. Да, действительно, есть какой-то тонизирующий эффект, да, в принципе, увлажняет и неплохо. Но я, кстати, девочки, я после всех увлажняющих масок, будь тканевый, будь то пачи, будь то просто маски на всё лицо всегда умываюсь. Всегда, потому что это у меня в жизни такие не впитаются текстуры. У меня вообще впитываемость очень плохая на лице всего. Поэтому вот это я не смыла. Это была такая невероятная липкость, как будто бы мне клей под глаза налили. Вот серьёзно. А так вообще чувствовалось увлажнение, какое-то такое освежение. Чувствовалось даже во время того, как наносишь. Но вот эти вот маски, патчи, мне понравились эти больше. От Ле Туалетта, восстанавливающая маска для кожи вокруг глаз. Здесь эти маски в упаковке, то есть здесь 5 сошеток, в которых по 2 пачика, собственно, на 20 минут. Действительно, какое-то увлажнение, улучшение чувствуется. Не сильно вау, конечно, нет, но они работают получше, чем вот эти уже от Сифары. А стоят одинаково. То есть одна маска от Сифары столько же, сколько упаковка вот этих. Если не дороже Сифары стоит. Вот, могу ошибаться, но, по-моему, они дороговастые. Далее, что хочу сказать, после них не было вообще никакой липкости. И самое крутое, то, что их зафиксировал, и они никак не съезжают. В отличие от той же Сифары, которой, ну, нельзя, вот ты ходишь, они просто съезжать будут. Это нет, это как гидрогелевые, насколько я понимаю, зафиксировал, и всё, они на месте. Понравились, знаете, надо будет повторить ещё купить вот этот Бонвояж Ажиотаж. Дальше, для личика у меня два саше от Локситан, совершенная сыворотка для лица Пион. Вот такие вот сашетики, я их перелила в баночку и, в общем, использую. Для меня это много на раз. Я недели полторы-двумя миллилитрами буду пользоваться. Приятный аромат, приятная лёгкая текстура. В принципе, приятно пользоваться. Действительно, кожа лица какая-то такая более совершенная становится вообще от этой серии Пион. Мне нравится. Будь здоровенько. Далее, для лица у меня закончилось вот такое средство для снятия макияжа. Где же тут лицевая сторона? Не видно, ланком. Это двухфаска, снимает макияж. Вообще отлично. С лица, с губ, со всего буквально. С любым макияжем справляется. И приятно пахнет аромат розы. Единственное, конечно, что я не люблю вот эти вот масляные текстуры. Сама бы не купила. Но у меня было, я использовала. Закончился очередной ему крем от Иврашельева Петтикрин. Обожаю этот крем. Он увлажняет ручки, хорошо за ними ухаживает. Имеет потрясающий аромат. Какой-то такой невероятный, просто неповторимый. Не оливы, а, наверное, каких-то джунглей, экзотики, чего-то таких цитрусовых. Но так обожаю этот крем. Постоянно покупаю. У меня два есть в запасе. В общем, мне их надарили в свое время. Поэтому буду пользоваться. И вот такой вот крем для рук от L'Occitane. Это ваниль карите. Закончился. Но я его использовала не по назначению. Использовала на ноги. Он плотный, он хороший, питательный. Но для меня аромат ванили – это просто отвратительный запах. Поэтому добивала на ноги. Так, в принципе, крем неплохой. С вами была Сакура. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok